посмотрим какие бывают пароли пароль бывают разнообразные и так аутентификация на основе пароля просто пароль претендент знает пароль когда мы хотим воспользоваться ресурсами системы мы пароль сообщаем пользователь имеет идентификатор который может сообщить и этот идентификатор связан с паролем обычно применяются фиксированные пароли и одноразовые пароли фиксированный пароль этот пароль 1 на многократное применение его каждый раз применяете на почту там что еще на вход в диск компьютер и так далее причем конечно опять же есть несколько схем использования такого пароля ну первая схема у нас хранится у верификатора таблица с открытыми паролями вот пароль и идентификатор претендент сообщает идентификатор и пароль свой боб считывает получает эту информацию сравнивает таблицы совпадают да мы пускаем человека и объекта не совпадает нет ничего не пускаем тут возможен целый спектр атак ну конечно можно подсмотреть как набирается пароль физически захватить пароль до с помощью угроз или выкрасть просто человек может повесить пароль качестве стикера на монитор в конце концов его может у боба взломать систему и файл этот чудесный получить ну и конечно его может пытаться выдавать себя за алису зарегистрировать систему и подбирать пароль алисы хотя бы частично мы можем устранить недостатки используя не открытые пароли тексте а хэшированные мы тогда избавимся вот от этой опасности то есть даже получив доступ к файлу пароля его не может воспользоваться ими соответственно когда алиса ну скажем набирает свой пароль то передается не сам пароль а хэш пароля приходит хэш сюда у боба тоже таблица где находятся хэши он сравнивает хэш который пришел от алисы и хэш который он сам сгенерил то есть вот это от алисы хэш алиса а вот это вот сгенерил сам боб боб сгенерил соответственно он сравнивает если хэши совпадают значит поскольку мы помним что у нас хэш функция она должна быть устойчива в плане коллизий в плане приверсивности то мы считаем что алиса знает пароль и тогда мы пускаем алису итак хэш функция предохраняет нас от того что могут этот файл выкрасть но при этом у нас brute force attack атака по словарю охраняется есть возможность ухудшить положение атакующего и добавить соли к паролю то есть к паролю при создании пароля добавляется некая случайная последовательность называется соль соответственно хранится хэш от пароля плюс столь ну то есть вот у нас пароль скажем идет и куда-нибудь в начало или в конец добавляется соль или в конец соль добавляется это вот последовательность и хранится и сам хэш и соль хранится тогда алиса присылает хэш а боб для высчитывания тогда вот это вот у нас алиса а боб высчитывает пароль он добавляет значит он высчитывает пароль с учетом соли то есть он получил хэширует информацию которую получил и сравнивает тут вот пришел пароль от алисы некая он добавляет к нему соль хэширует получает хэш сравнивает хэш того что прислала алиса и хэш того что сгенерил он сам то есть два хэша ну конечно то что пароль ходит по открытой сети это тоже не очень хорошо мы можем сделать некий комбинированный подход то есть объединить пароли и чем-нибудь еще например у нас карта это банковская карта и когда мы получаем деньги по банковской карте это у нее процессор по банковской карте деньги получаем нам еще пин-код нужно назвать обычно четыре цифры пин-код а таким образом у нас карта это имеет нечто имеет карту пин-код известно нечто соответственно пин-код так вот своего рода пароль он увеличивает безопасность карты то есть если карту крадут найдут он потеряет алиса потеряет карту ее найдут но без пин-кода воспользоваться достаточно сложно пин-код вообще конечно коротковатый четыре цифры всего и можно подбором но с банкоматом тоже подбором не очень-то легко все сделать с и м по по крым Субтитры создавал DimaTorzok